всем здравствуйте я всех приветствую на своем канале своих любимых дорогих подписчиков и тех которые первый раз ко мне зашли на канал сейчас будет онлайн расклад для женщин и будет он называться так что он хочет от меня вам нужно будет выбрать одну цифру из 6 или же я сейчас буду выкладывать 6 карт вы можете чисто визуально представьте своего мужчину приложите к этой карте вот куда будет тянуться душа ваша интуиция и выбирайте будем смотреть и так цифра номер один первая карта что он думает о вас вторая карта что он думает о вас третья карта что он думает о вас четвертая что он думает о вас и шестая и так выбирайте и будем смотреть все выбрали тогда смотрим итак первая карта что он думает о вас о том что вы достаточно очень гостеприимная любите праздники торжества любите получать удовольствие может быть любите выпить вкусно посидеть потанцевать отдохнуть вы такая компанейского такая веселая интересная жизнерадостная с вами интересно вообще в принципе вы такая знаете как батареечка энерджайзер к вам тянутся люди вы такой знаете массовик затейник можете поддержать и то есть с вами весело и с вами хорошо что он чувствует к вам ну что он чувствует тоже очень хороший карт это дамы пентакли он думает что с вами вкусно с вами спокойно с вами защищено так знаете ему вы и денежка если надо типа поможете да и попросите если нужно то есть вы такая женщина знаете да какая дародная земная спокойная вкусная то 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 что вы готовите прекрасно это уже это же я чувствую от вас прям пахнет так знаете не только французскими духами но и хлебом вкусным то есть вы такая сладкая женщина что он хочет от вас что здесь можно хотеть да так но однако здесь и рыцарь мечей ругаться ссориться тут я только не понимаю а такой вкусный женщин что можно хотеть до мужчине но вот у него какие-то холодные стиквам холодное воображение он вас воспринимает как же как-то жестко умом так скажем не сердцем душой а умом он готов быть таким неким агрессорем защищаться ругаться с вами доказывать вам какую-то неправоту что он прав а вы не не вы то есть вот вот как-то так может быть он тоже драчу он такой потому что агрессия у него такая прям жестко идет он сам по себе мужчина достаточно знаете может быть сидевший может быть бывший спортсмен может быть военный может быть человек закона и он сам по себе просто жесткий такой тоже может быть и от такого мужчины можно ожидать что угодно да но вот он такой так хорошо итог какой у вас будет итог на какой только здесь те женщина дама жезлов кто эта женщина я не знаю может быть это его жена может быть это его любой я не знаю вот кто там между вами будет стоять может быть это мать соседка подруга я не знаю кто угодно может быть женщина который с ним работает начальнице его может быть сотрудница с кем и работали или вы с кем работа есть кто-то между вами какая-то женщина будет стоять которую может быть как-то она или мешает или руководит или направляет или еще как-то воздействует на ваши отношения найдет как итог хотя можно и по-другому рассмотреть все таки это же жезлы то есть между вами такая еще так скажем страсти огонечек будет типа знаете как такая некая игра ты со мной так жестко а я могу по-другому с плюшками так скажем и с ватрушками да понимаете о чем я то есть женщина умеет же хорошо играть с мужчинами вот вам вам это просто идеально удается но вот я рассматриваю просто как два этих варианта хотя все-таки я предполагаю вы не из тех которые можете с ним играть чтобы такая настоящая какая вы есть такая есть вкусная мягкая теплая домашняя мамочка там до хозяюшка и и все остальное значит жена или любовница кто-то стоит все-таки кто-то стоит между вами вот это как итог давайте посмотрим дальше кто загадал цифру номер два что он думает о вас ну он вас завоевал у него все хорошо он победитель он долго скорее всего за вами охотился как заланью такой охотник и все-таки знаете как пристрелил наверно не но хорошем смысле этого слова скажем завоевал вас получил вас да и у него сейчас такой драйв идет что у меня такая женщина то есть он думает о том что вы стоите того чтобы вас завоевывать что у вас получить такой что вы единственная такая хорошая домашняя красивая и прекрасная замечательная хозяйкой наверное хорошая мама да и и так далее то есть у вас очень много таких всяких достоинств и он чувствует себя победителем что он чувствует к вам знаете вот победил победил до чувствует себя хорошо так внутренне думает о вас все а вот чувство его холодные к вам потому что очень как будто он дальше не знает а чё дальше как будто еще нужно вас завоевывать больше как будто и сил нету или не хочется очень то есть он вас головой оценивает не сердцем уже теперь там вот сейчас где чувства должны быть кубки а здесь у нас мечи вышли здесь дома мечи он сурово вас оценивает как то чувство таки знаете у него он держит закрытыми сердце на свое закрыл и включил голову и вас оценивает так ничего так сегодня красивая ага ну ничего начать на сегодня пойдет она завтра так но завтра по-другому оденется будет что-то не то говорит нет что-то мне зато на опять чуть не то есть понимаете дам как-то вот оценивающий к вам относится логически мысленно думает вот так вот голову постоянно как она разговаривает что она сегодня чуть не очень понятно что там есть иначе не нравится вот как то вот так вот такой него идет в голове перебор такого всего всех ваших таких качеств талантов и он расценивает как будто подходите вы сегодня чтобы у нас к вам хорошо относился или нет как то так что он хочет от вас ну вы знаете непонятный мужчина честно говоря очень непонятный такой странный странный тип мужчины я могу вам сказать точно завоевал так радуйся до строя отношения любви и такая женщина будет прекрасная с тобой нет зачем мы и завоевали да такую хорошую но теперь я буду типа над ней издеваться да я буду держать ее на пристоянии чтобы она ко мне так близко совсем не приближалась пусть женщина знает свое место место ее на кухне как-то так давайте как-то жесткость он оценивает уже головой а где сердце где чувства знаете он такой немножко странный холодный он у него все взвешенного все в голове держит как голова калькулятор может быть ваш мужчина работает в органах где нужен такой порядок может быть он имеет погоны чеку власти да где нужно может быть он работает в профессии мужской где какие эмоции там все жестко регламе дисциплина и он это все переводит на вас я не могу здесь однажды однозначно сказать что он как-то хочет с вами выстраивать отношения это не карта отношений это карта того чтобы вас постоянно говорить как бы слова словесно наказывать ах ты сегодня такая ты посуду не помыла или например ты сегодня что-то не так выглядишь лишний раз вас уколоть то есть жестко пытается вас держать вижу в их рукавицах будьте аккуратнее это такой интересный такой тип итог какой же итог у вас ну итог до свидания мой дорогой называется вы будете с ним еще расставаться и потом опять соединяться расставаться или соединяться кто-то от кого-то уходит или кто-то от кого опять приходит то есть у вас такая знаете туда-сюда мы гуляем называется на встречаемся и прощаемся встречаемся и прощаемся Почему? Потому что знак восьмерки здесь бесконечно. Мы машем рукой, все, до свидания. Через какое-то время опять зовем этой же рукой, идем к нам, да, иди ко мне. То есть вот так вот. Дальше, кто загадал цифру номер три? Так, что он думает о вас? Ну, он думает, что вы такая красивая женщина, очень восхитительная, прекрасная, и за вами нужно глаз да глаз. Потому что, скорее всего, кавалеров много. Ну, это понятно, у красивой женщины пусто места не бывает, да. Всегда кто-то так поглядывает, вьется рядом. И он всегда чувствует, что есть конкуренция. Ему это не нравится, что кто-то есть, что, с одной стороны, ему нравится вот эта некая борьба, завоевать вас, да, чтобы вы были только у вас. А с другой стороны, ему становится неинтересно, когда вы уже только его. Вот какой-то у него такой непонятный, и, вы знаете, я еще хочу сказать вам, этот мужчина, я не могу его назвать, что он свободен. У него кто-то есть, или жена, или любовница, или еще кто-то. То есть, ну, какая-то женщина у него есть, потому что он тоже такой некий интригант, так скажем, который тоже любит, чтобы возле него кто-то вился. Я не хочу сказать, что вы интригантка, вы просто красивая женщина, которая, ну, просто любит получать внимание от мужчин, от одного, от другого, от третьего, почему бы нет, флирт и так далее, да. Но он это все чувствует. Что он чувствует к вам? Что это тяжесть? Ваши отношения с ним, это тяжесть? Что вы давите на него? Вы его провоцируете, может быть, вы ему что-то говорите, типа, ты сегодня ко мне не приедешь, я уйду к Коле, или к Васе, завтра утром, или еще что-то, да. Как-то, может быть, вы его так хитренько распыляете в нем жар такой и огонь, чтобы он вами еще больше всегда, ну, то есть, вас хотел, владел вами и управлял тоже где-то как, да. Вы ему даете эту возможность. Вы очень тонко, так, знаете, по-женски им руководите. Но этот мужчина очень любит свободу. Очень любит свободу. Неважно, он ваш любовник или муж, он любит свободу. Это правда. Но отношения и такие тяжелые, прям, какие-то чувства к вам. Знаете, я там из твоей роли уже не могу, но надо. Вот что-то такое. Так. Что у нас тут было? Дальше. Что он хочет от вас? А, вот что он хочет. Видите? Это шут старший аркан. Он хочет вами управлять. Что вы вот так вот привязаны к нему были, вот как эта курочка, видите, ниточка привязана. Вот он. Ну, это шут идет. Он такой хитрый. Видите, глазки такие хитрые. К нему, за ним все идут. Может быть, ваш мужчина вообще управляет. Хочется сказать государством. Ну, вообще, он такой управленческий у него, наверное, да, такая профессия, где он, за ним все идут. Лидер по характеру такой, смелый, активный. И иногда включает так дурачка, типа, да, я такой простой, да, я вообще как свой парень там, все, да. Но сам такой хитер. Он знает, что он делает в этой жизни. Но он хочет, чтобы вы в нем нуждались всегда, чтобы вы без него жить не могли. Он хочет и вами управлять. Как такой, знаете, женщина. Их интересно. Вы же интересная, красивая женщина. Я же с самого начала говорила. Таких мало. И вот он знает, что вы ему нужны. Итак, итог. Какой итог? Какой итог? Сила. Вот это вы. Видите, какая сексуальная, стропсивая, красивая, умная, домовитая. Я не знаю, здесь можно столько о вас говорить. У вас столько достоинств. Я боюсь даже перехвалить. Но этот мужчина, он хочет, чтобы вы были всегда с ним. Здесь и сексуальная страсть между вами вообще просто, я не знаю, шторм и буря. Девятый вал называется. То есть у вас такие с ним бывают иногда ночки. Он это всё понимает. И он не хочет вас аупускать. Вы ему нужны. И с вами отношения толком строить не хочет. И вот это вот такая катавась. Но вас смотреть надо уже, знаете, индивидуально. Чётко там. Кто, чего, где, когда, почему. Это всё-таки общий расклад. Смотрим дальше. Кто загадал цифру номер четыре. Так, что он думает о вас? Что вы такая, знаете, девушка или женщина, неважно, простая, с таким немножко ребяческим характером, с чистым юмором, ну такая открытая, открытая миру, такая, какая вы есть. Выглядите молодо или по характеру вы такая моложавая. Может быть, вы нуждаетесь в деньгах, в материальной помощи. Может быть, вы ищете себе работу, хотите на другую работу перейти. Наводите справки. Может быть, вы к нему обращались за помощью, чтобы он вам нашёл работу. Что-то вот такое вот. Что он к вам чувствует? Любовь. Любовь. Здесь ещё, знаете, какая любовь идёт? Телесного плана. То есть интим в прямом смысле этого слова. Он хочет вас любить. Любить, понимаете, да? Дарить вам цветы, я не знаю, писать вам стихи, не вылазить с вами с постели. То есть этот человек чувствует к вам очень сильную тягу, как женщине к своей, например, да? Или вообще, в принципе, вы ему очень нравитесь, он хотел бы быть с вами. И чувствует он, конечно, да, чувство – это любовь, нежность, флирт, увлечение, романтика. Всё это из одной серии. Что он хочет от вас? Так, что он хочет? Что он хочет? Скорее всего, чтобы вы определились, быть с ним или не быть, да? Может быть, даже и он хочет также определиться в своей жизни. Я не могу совсем сказать, что это мужчина свободный. Может быть, он кого-то он имеет. Может быть, у него кто-то есть. Но вообще он хочет, чтобы всё-таки выбрали вы его. Он хочет быть единственным. Скорее всего, он подозревает, что у вас кто-то уже есть на стороне или, может быть, как-то мельком чувствует. Если, может быть, вы ему сказали открыто, что да, у меня есть там. Петя у меня, да? Один там, мы с ним познакомились. Вот я всё думаю, тебя или Петю выбрать. Или же он всё-таки догадывается. Может быть, вы ему не говорили, но он догадывает, что у вас кто-то есть. Но он хочет, чтобы вы выбрали его. Итог. Какой будет итог? Итог будет любовь. Здесь дама кубков. Я не знаю, это вы, дама кубков. Женщина мягкая, тёплая, нежная, с прекрасной интуицией. Возможно, вы водного знака зодиак. Это рыба, рак, скорпион. Значит, это вы. Если нет, то это может быть другая женщина. Итогом может служить другая женщина. Между вами встанет. Не важно кто. Может быть, его любовница, его жена. Может, ваша подруга, ваша мама, его мама. Не важно, какая-то женщина станет между вами. Это тоже как вариант может быть. Да? Я рассматриваю просто. Но также, если вы, вот этого водного знака зодиак, будете итогом вы. Как вы захотите, как вы выберете, так и будет. Скорее всего, мужчина, он такой, знаете, им можно управлять. Он такой мягкий, ненастырный, спокойный, поддающийся. Но здесь тоже, здесь нужно смотреть индивидуально, стоит этот мужчина быть с вами или же нет. Дальше. Кто загадал цифру номер пять? Что он думает о вас? Ну, он думает о вас, что вы плетете интриги. Вы такая женщина хитрая. Интриганка. Хитрости, обманы, манипуляции идут с вашей стороны. То есть, он такое ощущение, что он думает, что вы играете с ним, может быть, воруете или еще что-то. Потому что у семерки мечей все-таки есть несколько вот этих воровство, обманы, измены, кражи. То есть, он все о вас вот в таком плане думает. И все это, как будто вы делаете за его спиной. Он даже не подозревает, потому что он занимается своими делами. А вы где-то так вот, близко или рядом, неважно или далеко, но вы что-то такое там плетете какие-то. Он просто вот думает об этом, что вы такая. Хотя, может быть, вы и не являетесь такой. Но это его мысли, понимаете, да? Как он о вас думает? Что он к вам чувствует? Что он к вам чувствует? Ну, я бы сказала, разочарование, печаль какая-то, что, ну, очередное разочарование моей жизни. Что здесь стоило и понять, да? Видать, у него много было барышни, он такой, скажем, мужчина уже опытный. Разочарования тоже были у него. И он, наверное, надеялся, что вот в этот раз я все-таки найду себе такую принцессу, да, на горошине, которая будет мне честная, верная. А она вот, блин, как все, вот такая, оказалась такой же. Вот у него такие вот, и чувство такое же, знаете, как разочарование, что она такая же, как все, понимаете, да? Его чувства вот как в упадке уже. Он не ожидал, он не хотел, он надеялся на что-то, но оказалось не так. Что он хочет от вас? Что он хочет, чтобы вы были другой императрицей, чтобы вы были женщина-женщиной, женственной, красивой, сексуальной, манящей, прекрасной хозяйкой, хорошей матерью, прекрасной любовницей, хорошей женой. То есть вот эти все критерии, да, можно перечислять. Императрица, понимаете, что такое императрица? Настоящая женщина, теплая, вкусная, мягкая, заботливая, любящая, да, лобик целующая, на работу отправляющая, блинчики, оладушки готовящая. То есть вот настоящая женщина, он хочет вас видеть такой. Итог? Какой же итог у вас? Ха-ха-ха, потрясающе. Ну как же без дьявола сегодня? Он хочет, чтобы вы и он были вместе. Он хочет, чтобы вы от него зависели. Ну, я думаю, что да. Вы, наверное, тоже хотите этого. Итог это секс, власть, деньги, да, опасные связи, интриги. Ну, это может быть и наркотики, и пьянки-гулянки, измены. Будьте аккуратнее, потому что все-таки дьявол, это у нас лукавый. А лукавый всегда нас толкает на то, что нельзя, а сильно очень хочется. Поэтому будьте аккуратнее. Хорошо? Вот это будет итог. И в итоге вы будете вместе, потому что вас дьявол держит. Вот так вот за волосы два их держат и говорит, «Ха-ха, пока вы будете вместе». Ну, я так хочу. Дальше. Кто загадал цифру номер шесть? Смотрим дальше. Что он думает о вас? Ой, прекрасно он думает. Он думает, что вы настоящая как жена. Неважно, вы сейчас в роли жены или любовницы, или вы вчера только познакомились. Неважно, он вас видит женой. Вот какие качества должны быть у жены, да? Домашняя, тихая, спокойная, вкусная, детей рожает, щи-борщи готовит, мужа с работы ждет. Очаг, дом, семейные отношения, там, папа, мама, дедушки, бабушки. Все вместе, вот этим кланом, семейность. Он думает о вас очень хорошо, как настоящая женщина. Это потому что то, что я перечислила, это характеристики женщины. Что он к вам чувствует? Страх, он чего-то боится. Я не знаю только чего. Может быть, потерять вас? Может быть, еще что-то? Но хотя, вы знаете, нечего опасаться, я бы так сказала. Эти страхи, они выдуманные, они только в его голове. Он из-за этого спать не может. Я не знаю, заваривать ему траву валерьяну на ночь. Ну, стаканчик, пусть пьет и идет спать спокойно. Или стакан молока перед сном с чайной ложечкой меда. Ну, как теперь разгрузите его? Он вот чувствовал, он боится, он чего-то боится, он переживает. За что он боится, я не пойму. Здесь сложно сказать, здесь индивидуально смотреть надо. Какие у него страхи там есть? За что он боится беспокоиться? Может быть, его что-то волнует вас? Может быть, иногда, когда вы что-то ему говорите, дорогой, давай стены перекрасим в черный цвет. Шучу, конечно. Ну да, но он так сидит, думает, что это она так, черный цвет. К чему это? Что-то здесь не то. Понимаете, мужчины же пугливые. Это у нас у женщин под настроение. Да? У нас когда есть настроение, мы такое можем ляпнуть. А мужики потом, они же боятся, они всегда все боятся. Им нужно все, чтобы было четко, по регламенту. Дисциплинированно. А мы, женщины, так не можем. Мы по настроению. Дальше. Тут понятно, да? Чего-то он боится. Итог. Какой же у вас будет итог? Давайте посмотрим. Самое интересное. Какой будет итог? Ирофат. Любовь. Вместе. Сам Господь Бог. Знаете, смотрите. Сейчас я покажу, вы поймете. Вот когда я вытаскивала эту карту, видите, девушка, она схватила крестик. Неважно, какой вы веры, даже если вы мусульманка, это означает знак его, да, знак веры. Он, когда ложится спать, он боится. Его чувства непонятны для него. И он, он как будто Господа Бога призывает. Господи, помоги мне. Господи, помоги мне. У Господа нету веры, да? Бог один. Но он держится за свою, через свою веру он как будто просит. Господи, помоги. А вот тебе, Господи. Вот сам Господь Бог. Это Ирофат. Это высшая сила. И она соединяет, она направляет, она интуитивно дает тебе знаки, как тебе поступать, что тебе делать дальше, чтобы ты не боялся, чтобы ты не волновался. Что у вас в семье происходит, надо смотреть индивидуально, конечно. Потому что я не вижу проблем в вас, я вижу проблемы в нем. За что он так переживает, боится, мне пока непонятно. Но будет все хорошо. Это может быть и венчание, кстати. Ну, венчание, да, церкви. Это можно пойти и к муле тоже. Мула тоже делает обряды на соединении, да, через мусульманскую веру. То есть, не волнуйтесь, итог будет хороший. Правда, это хорошая карта. Она именно соединяет надолго, как семью. Если вы жена, вообще не волнуйтесь. Если вы любовница, ну, может быть, все-таки шанс будет, что вы когда-нибудь будете его женой. Я вам могу сказать так. Хотя, не сто процентов, индивидуально смотреть надо все-таки, да, пару. Но могу и такое сказать, да, есть как шанс. Вот такой расклад, девочки мои, красавицы. Я вам всем желаю, чтобы у вас было все хорошо с вашими мужчинами. Чувствуйте их, понимайте их. Изучайте язык мужчин. Что они хотят от женщин, да. Тогда будет им спокойно жить и нам счастливо, понимаете, да. Всем желаю всего хорошего, счастья, удачи. Пусть у вас будет все хорошо с вашим любимым человеком. Спасибо всем. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok